Добрый день! Это видео продолжает рассказ о культуре средневекового Европы, о христианстве и, в частности, о Священном Писании Библии. В прошлой публикации мы добрались до 17 главы Евангелия от Иоанна. В начале 18 главы Иисус отправляется за реку Кедрон, в сад, название которого Иоанн нам не называет, но по предыдущим Евангелиям мы знаем его как Гефсиманский. Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за потопки Дрон, где был сад, в который вошел сам и ученики Его, Иоанн 18.1. Евангелист пишет, что в том месте Христос часто проводил время с учениками, потому Иуде не составило труда их найти. Он пришел туда же, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев. Иоанн 18.3. Спаситель, не прячась, вышел к ним и спросил, «Кого ищете?» Иоанн 18.4. Они ответили, «Иисус и Назорея». Иоанн 18.5. Христос сказал, что это Он, на что пришедшие пали на землю. Иоанн 18.6. Дальше история повторилась. Иисус снова спросил, они опять ответили тоже. Тогда Спаситель добавил, «Я сказал вам, что это Я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут, да сбудется слово, реченное им. Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Иоанн 18.8.9. Вы же помните, что буквально в предыдущей главе Иисус говорил Богу, что тех, которых ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб. Иоанн 17.12. Всю эту сцену мы уже читали в синаптических Евангелиях. Иоанн же добавляет ряд подробностей. Среди прочего, к эпизоду, описанному у Марка в 14 главе о том, что один из учеников отрубил мечом ухо рабу, добавляет, что ученик этот Симон Петр, а раба звали Малх. Но Христос останавливает его, говоря, «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне отец?» Иоанн 18.11. Спасителя арестовали и отвели к первосвященнику Анне, тестью первосвященника Каиафы, того самого, который в 11 главе этого Евангелия решил, лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Иоанн 11.50. Дальше Иоанн опять добавляет новую подробность. По его словам, за Иисусом следовали два ученика. Один, уже известный нам апостол Петр, и другой ученик. Иоанн 18.15. Причем он был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. Иоанн 18.15. Тогда как Симон Петр оставался за воротами до тех пор, пока этот другой ученик не провел его внутрь. При этом Петра тут же узнал о раба-предвергнице, как последователя Христа, но он отрекся. Первосвященник допрашивал Спасителя, но толку не вышло, потому отправил его к своему зятю, к Иоанн. За это время Петра еще дважды опознали, в том числе и тот раб, которому он отсек ухо. А он оба раза отрекся от Иисуса, после чего пропел петух, как тот и предсказывал. После Каиафы отправили Христа к Пилату, недвусмысленно намекнув, что желают его смерти. Но сами не могут приговорить, им не позволено. «Нам не позволено предавать смерти никого». Иоанн 18, 31. Понтий Пилат тоже допросил Спасителя и, не найдя в нем вины, предложил по обычаю отпустить на праздник Пасхи. Однако обвинители выбрали вместо него разбойника Вараву. В начале 19 главы Пилат приказывает бить Иисуса. Воины, судя по тексту, плетут ему венец истерна, который потом возлагают на голову, одевают в багреницу царскую одежду, называют царем иудейским и бьют полонитом, то есть по щекам. И воины, сплетшие венец истерна, возложили ему на голову и одели его в багреницу и говорили «Радуйся, царь иудейский!» и били его полонитом. Иоанн 19, 2, 3. После этой процедуры Понтий Пилат снова заявил, что не видит в нем вины, называя его обычным человеком. Пилат опять вышел и сказал им «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багренице и сказал им Пилат «Се человек!» Иоанн 19, 4, 5. Но первосвященники и служители требовали распять обвиняемого. Пилат предложил им самим его распять, но обвинители упирали, что по их закону он не может быть отпущен, так как назвал себя Сыном Божиим. Иоанн 19, 7. Эта информация напугала Понтия Пилата, и он возобновил допрос Христа. Сначала Спаситель не отвечал, но на вопрос «Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иоанн 19, 10. Ответил «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше, посему более греха на том, кто предал меня тебе». Иоанн 19, 11. Как вы заметили, евангелист здесь снова кидает камень в огород Иуде. Однако, с другой стороны, мы знаем, Иисус многократно об этом заявлял, что вся история, связанная с его земной жизнью, это божественный замысел. Тогда возникает вопрос, Иуда предал Христа или он был лишь инструментом? Все желание Пилата отпустить Спасителя разбилось о политическую угрозу Иудейской верхушки. Они пригрозили довести до сведения Кесаря, что Понтий Пилат помиловал того, кто называет себя царем, а значит, возможного организатора бунта против существующей власти. С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали, «Если отпустишь его, ты не друг Кесарю, всякий делающий себя царем противник Кесарю». Иоанн 19, 12. Против такого аргумента Пилат не мог ничего возразить и приговорил Иисуса. Заметьте, никакого умывания рук Иоанн не описывает. Собственно, эта история была описана только в одном из синаптических Евангелий у Матфея в 27 главе. Дальше Иоанн кратко упоминает, что Христос нес свой крест на Голгофу сам, хотя во всех синаптических Евангелиях говорилось о том, что эта роль досталась Симону Кириньянину. Потом добавляет, что там спасителя распяли между двух других приговоренных. Пилат приказал сделать надпись «Иисус Назарей, царь иудейский» Иоанн 19, 19. По-еврейски, по-гречески, по-римски Иоанн 19, 20. Первосвященникам не понравилось. Они хотели, чтобы было указано, будто приговоренный «Говорил я, царь иудейский» Иоанн 19, 21. Но Понтий Пилат исправлять ничего не стал. Воины, распявшие Иисуса, разделили его одежды на четыре части. Ахитон не стали рвать, а бросили жребий, так как он был не сшитый, а весь тканый сверху. Иоанн 19, 23. Таким образом исполняется написанное в ветхозаветных текстах. «Да сбудется реченное в Писании, разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий» Иоанн 19, 24. Это текст из Псалтирия. «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий» Псалом 21, стих 19. Около креста, по описанию Иоанна, находились три женщины. Матерь его и сестра матери его Мария Клеопова и Мария Магдалина, Иоанн 19, 25. А также его любимый ученик, о котором, как я уже говорила, не упоминается ни в одном из синаптических Евангелий. Более того, там нет ни слова о том, что Христос выделял кого-то из учеников. Наоборот, он все время упирает на то, что все они равны. Согласно тексту данного евангелиста, Спаситель вверил заботой о Богородице любимому ученику. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей, «Жено, все сын твой». Потом говорит ученику, «Все матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Иоанн 19, 26-27. Вот мне интересно, а не было ли это обычной практикой? Если евреи передавали жену от умершего брата к живому, то, возможно, брать на себя заботу о немолодой родственнице тоже было нормальным. Иоанн ведь как раз и был ее родственником. Я писала об этом в первой публикации по данному Евангелию. С другой стороны, у евангелистов не раз указывалось, что у Иисуса были братья, а значит, у Богородицы оставались сыновья. Почему они не взяли на себя заботу о ней? После исполнения своего долга перед матерью, которую, судя по синаптическим евангелиям, он не особо почитал при жизни, Христос понимает, что случилось все, что должно было. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, Да сбудется Писание, говорит, жажду. Иоанн 19, 28 Как мы видим из написанного, что-то еще должно было произойти, предсказанное в ветхозаветных текстах. Вероятно, это слова из псалтири. В жажде моей напоили меня уксусом. Псалом 68, стих 22 Воины намочили губку и предложили к его губам, после чего Спаситель сказал «Совершилось!» И, преклонив главу, предал дух. Иоанн 19, 30 Описанные события, как мы знаем, происходили в пятницу. Иудеи не хотели оставлять тела, висящими на субботний праздник. Потому просили Понтия Пилата перебить им голени и тем самым ускорить смерть. Когда воины, посланные Пилатом, пришли, то выполнили его приказ только касательно двух других, висевших на крестах рядом. А Иисусу пробили ребра. Но, придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. Иоанн 19, 33-34 Интересно, что и в этих фактах евангелист находит подтверждение ветхозаветных текстов. Ибо сие произошло, да сбудется Писание. Кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит «воззрят на того, которого пронзили». Иоанн 19, 36-37 Первый текст связывается с Агнцем, которого приносили в жертву евреи перед исходом из египетского плена, в честь чего они ежегодно и празднуют Пасху. Там, в указаниях Бога о том, как готовить Агнца, говорится «Костей его не сокрушайте». Исход 12, 46 Таким образом, Христос уподобляется Агнцу Божьему, которого приносят в жертву, чтобы освободить людей. Вторая цитата отсылает нас к книге пророка Захарии, глава 12, стих 10 «А на дом Давида и на жителей Иерусалима и зальют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Дальше апостол Иоанн подтверждает слова синоптических Евангелий о том, что Иосиф Аримафейский просил Пилата забрать тело, добавляя, что тот был учеником Спасителя, но тайным. К нему присоединяется Никодим, один из фарисейских начальников, который как-то ночью приходил к Иисусу. Он принес ароматические масла, состав из смирны и алоэ, литр около ста. Иоанн 19, 39 Вместе они умаслили Христа, обвили пеленами и похоронили в гробу. Как мы уже знаем, это было скальное погребение в саду недалеко от Голгофа. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Иоанн 19, 41 Они торопились, чтобы успеть до субботы, там положили Иисуса ради Пятницы Иудейской, потому что гроб был близко. Иоанн 19, 42 На этом заканчивается 19 глава Евангелия от Иоанна. Осталось две. И в следующем видео перейдем к 20. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь в соцсетях. Спасибо вам за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok